Всем привет, в этом видео я покажу как настроить архивацию данных, создать резервную копию и восстановить прежнее состояние Windows Server, а также как вернуть утерянную информацию в случае форматирования диска. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Потеря важных данных или выход из строя операционной системы может случиться по разным причинам, к примеру, из обновления системы, вирусной атаки, неосторожного удаления, сбоя системы, человеческих ошибок, очистки корзины, форматирование диска и т.п. Если вы столкнулись с одной из этих проблем не волнуйтесь данное видео поможет вам восстановить работу сервера и вернуть утерянную информацию. При удалении файлов в операционной системе Windows Server они не исчезают с жесткого диска, их еще можно восстановить из корзины, если файл не был удален мимо нее. И даже в случае его безвозвратного удаления из корзины его все еще можно восстановить. В Windows файлы никогда не исчезают бесследно, просто занимающие место на жестком диске или в другом носителе информации отмечается как то, на которой можно производить запись новой информации. Вы можете восстановить информацию или вернуть работоспособность и прежний вид системы из резервной копии. Если резервной копии нет, воспользуйтесь специальной программой для восстановления данных. Резервное копирование Windows Server – важная часть повседневного управления сервером. Резервные копии позволяют восстанавливаться после аварийных ситуаций, когда данные теряются. Функция архивации данных по умолчанию не установлена в серверной версии Windows. Для ее установки откройте меню «Пуск», найдите и запустите «Диспетчер серверов». В диспетчере запустите «Мастер добавления ролей и компонентов». Здесь жмем «Далее», «Тип установки не меняем», «Далее», «На вкладке выбора от целевого сервера без изменений», «Далее» и переходим к компонентам. В списке найдите компонент «Система архивации данных в Windows Server», «Отметьте его» и нажмите «Далее», а затем «Установить». По завершении установки кликните по кнопке «Закрыть». Установка системы архивации данных в Windows Server прошла успешно. Теперь вам доступна функция резервного копирования Windows Server. Чтобы создать резервную копию или настроить архивацию данных по расписанию, откройте «Диспетчер серверов», «Средства», «Система архивации данных Windows Server». Для быстрого запуска введите в строке поиска «WebAdmin.msc». Здесь доступны следующие функции. Настройка расписания архивации, однократная архивация, восстановление и настройка параметров производительности архивации. Для настройки автоматического резервного копирования по расписанию откройте «Расписание архивации». На этапе выбора типа конфигурации укажите способ архивации, весь сервер, резервное копирование всех данных сервера, приложений и состояния системы или настраиваемый, если нужно выбрать конкретный том или файлы для резервного копирования. Укажите время архивации и как часто вы хотите ее выполнять. Выберите место, где хотите хранить архивы. Можно указать сетевой путь. При выборе сетевой папки вы увидите уведомление, что при указании удаленной общей папки в качестве назначения для архивации по расписанию будет доступен только последний архив. Укажите сетевой путь и нажмите «Далее». После чего вам будет предложено ввести учетные данные для проведения запланированной архивации. Готово. Если вам нужна лишь одна копия, выберите однократную архивацию. Выберите настраиваемый тип конфигурации, если нужно выбрать конкретную папку или файлы. И добавьте объекты архивации. Укажите место хранения резервной копии. И для начала процесс архивации архивировать. Итак, резервная копия создана. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, при которой вам нужно будет произвести процедуру восстановления Windows Server. Бывают разные случаи выхода из строя операционной системы. И если у вас есть бэкапы, вы потратите куда меньше времени для ее восстановления, нежели перестановку и ее настройку заново. Чтобы восстановить прежнее состояние Windows Server, откройте диспетчер серверов. Средства. Система архивации данных Windows Server. Открыв пункт «Восстановление», вам будет предложено выбрать расположение архива. Этот сервер или архив находится в другом расположении. Укажите сетевую папку или локальный диск, на котором хранится архив. Выберите данные, какого сервера требуется восстановить. Далее. Выберите доступный архив для восстановления. Отметьте, что нужно восстановить. Укажите папку для восстановления. Далее. И для начала процесса восстановления «Восстановить». Будет подсчитано, сколько файлов подлежат восстановлению. И начнется сам процесс. По завершению нажмите «Закрыть». Если у вас есть диск восстановления, можно восстановиться из него. Для этого загрузите с установочной флешки или диска. В окне установки Windows кликните по ссылке «Восстановление системы». Далее. Выберите пункт «В поиске устранения неисправностей». Затем «Восстановление образа системы». Выберите операционную систему. После чего откроется окно «Восстановление компьютера из образа». Укажите образ и нажмите «Далее». Отметку напротив пункта «Форматировать и разбить на разделы» можно оставить. Готово. И подтверждаем восстановление компьютера из образа. Ждем завершения процесса. После перезагрузки сервер будет восстановлен до состояния из последней резервной копии. В случае утери информации по причине выхода из строя операционной системы Windows сервер без резервной копии, воспользуйтесь сторонней утилитой для восстановления данных. Среди множества инструментов для восстановления данных мы рекомендуем вам нашу программу Hetman Partition Recovery. Когда дело доходит до восстановления файлов после перестановки операционной системы, вы можете быть уверены, что Hetman Partition Recovery поможет вам в этом. Утилита просканирует ваш жесткий диск или внешне запоминающие устройства. Найдете утерянные данные и вы с легкостью сможете их восстановить. Для восстановления данных сделайте следующее. Подключите ваш диск к другому компьютеру с операционной системой Windows, скачайте и установите программу Hetman Partition Recovery. Обратите внимание, что вам следует прекратить использование своего компьютера, а именно жесткого диска, на котором находилась важная информация. Также не рекомендуется перестанавливать систему, иначе данные будут утеряны в случае их перезаписи, и вы не сможете их вернуть. В менеджере дисков выберите ваше устройство, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Сперва попробуйте выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла удаленные данные, выполните полное сканирование. Мастер восстановления данных немедленно просканирует выбранный том диска и отобразит результаты сканирования в правой части окна. По завершению сканирования вам нужно лишь отметить удаленные файлы, которые нужно восстановить, и нажать кнопку «Восстановить», указать место, куда сохранить данные, и нажать «Сохранить». Еще программа позволяет сделать образ диска и проводить восстановление данных с образа, что повышает шансы вернуть утерянную информацию, так как при множественном сканировании диска могут быть затерты данные. Надеюсь, данная инструкция помогла вам восстановить работоспособность Windows Server и вернуть утерянную информацию. Теперь вы можете восстановить операционную систему и при этом сохранить ее прежнее состояние. Вам не придется ее заново перенастраивать, и все файлы будут на своем месте. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.